Аузубилля, имена шайтанин рожьим, бисмилля и рахмани и рахим. Я являюсь первым заместителем муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Бибарсов Аюб Хазрат свою религиозную деятельность начал в обучении в медресе города Бухары, Мир Араб, в 89-х годах. И в 92-м году по окончании с первого дня образования Духовного управления мусульман Республики Башкортостан работаю в этом Духовном управлении мусульман. И вся моя жизнь была связана с религией ислам, потому что в 70-м году один из первых татарских религиозных деятелей того времени, это мой отец Раббас Хазрат, который закончил медресе в Мир Араб, и его направили на должность муфтии. В то время это было Духовное управление мусульман, европейские части СССР и Сибири. То есть с того времени я видел на протяжении всей своей жизни, то есть 70-х годов, на протяжении 43-х лет, те события в нашем обществе, которые происходили, и какие были взаимоотношения государства и церкви, то, что было в 70-х годах, в 80-х годах, потому что мы жили возле Тукаевской мечети, в Духовном управлении, в старой резиденции с 70-го по 78-х годах. И поэтому я прекрасно помню, какое отношение было восприятие общества к религии. В то время в атеистическом пространстве это был негатив, проявление, то есть что-то исторического, архиисторического. И поэтому с точки зрения тех времен и сегодняшнего дня, за 40 лет в корне изменился менталитет нашего общества, образ восприятия духовных ценностей. Если я когда поступал в Медресе в 89-х годах, в то время практически на Тукаевской соборной мечети, в пятничное богослужение было 2-3 ряда всего. И когда я в этот период уходил, направили меня в Медресе Мирораб, то многие мои знакомые, друзья, одноклассники с удивлением и с тревогой восприняли мое решение, потому что они говорили, Айоп, ты прекрасно ведь осознаешь, что религии, перспективы в религии нету, и ты сам видишь, что наше общество совершенно далека от духовных ценностей, это удел прошлых поколений, и поэтому ты ставишь крест в своей судьбе. Вот многие родители моих одноклассников, друзей именно вот эти слова высказывали, но все, что не случается, все случается по воле Всевышнего Аллаха. И то и процессы в мире, которые происходят, они также закономерны и также происходят по воле Всевышнего Аллаха. И я прекрасно осознавал, что этот период он пройдет, ибо из преданий, то, что наши деды, бабушки говорили, то, что Священное Писание говорило, что религиозная, духовная ценность, она может полностью утратиться только в том случае, когда уже практически будет предрешена судьба человечества на земле. И поэтому, несмотря на эти уговоры, я был уверен в своем убеждении, в своем намерении, что выбрал параллельный путь, и даже беря последние 20 лет, 25 лет, то, что общество в каком состоянии, в какой стадии духовного развития находилось в то время, и на какой стадии сегодня, это две огромные разницы. Это как расстояние между тьмой и светом. И единственное, то, что обидно, я помню, то, что мой отец и все муфтии, которым за 50, он был ихним вдохновителем, ихним устазом, ихним устазом. И то, что вот эти духовные ценности, которые у нас прививались на протяжении тысячелетней истории, выработался свой иммунитет, выработалось мировоззрение на принципе мазхаба Абу-Ханифа, который на сегодняшний день в большинстве своем случае называют традиционный ислам. То есть вот это мазхаби Абу-Ханифа, наши народы воспитывались со своими традициями, со своими нравами, то есть со своей культурой. И то, что вот в последние десятилетия идет подрыв вот этих нравственных устоев, подрыв вот этого культурного наследия, которое у нас все это культивировалось на протяжении тысячелетней истории. И в виде вот этого ситуации, конечно, становится очень тревожно и очень обидно, что наши молодые поколения зачастую воспринимают информационный блок через интернет, и в интернете очень много интернет-устазов, которые преподносят религии и ислам с точки зрения через призму радикально настроенных мировоззрений, то есть глазами радикального ислама, который экспортируется и зачастую из Саудовской Аравии. И, к сожалению, и обучаясь даже наши ребята, я помню, потому что в 90-х годах они через нас, через меня, я тоже им помогал уехать на обучение в Саудовскую Аравию, и многие, часть из них, к сожалению, вернулись с тем менталитетом, с той идеологией, которая преподается там. И что произошло? Произошло то, что экспортирование, слепое экспортирование одной идеологии, где в сущности 90 с лишним процентов исповедует это направление один и тот же народ, где государство не поликонфессиональное, не многонациональное. И вот этот образ мышления, который у них сформировался на протяжении тех же более тысячи лет, слепо экспортировать нашу страну, нашим народам, это, безусловно, вызывает отторжение, непонимание. И поэтому, в свою очередь, я бы хотел выступить, скажем, здесь, в данной роли, разъяснить, что такое наше направление, российское направление исламской религии на принципах ахли-сюльного джамага, то есть на принципах масхабов, как развивалось исламское направление, и то, что приносят нам вот эти экспортируемые радикальные течения. То есть могу сделать практический анализ пагубности, это не сколько пагубности, а анализ, чтобы человек реально мог взвесить, он правильно выбрал вот это направление исламской ахиды, или он находится в неправильной стадии в заблуждении. То есть в этом направлении я мог бы оказать помощь желающим, у которых будут вопросы в этом направлении. Второе высшее образование я решил получить после десятилетней работы в Духовном управлении мусульман, потому что внутренне чувствовал, что тех знаний, которые у меня имеются в религиозном плане, это хорошо, но нужно еще знать вторую сторону медали. То есть мы живем в реальном мире, этот мир реальный, он материален, и поэтому то, что происходит в области познания знаний, это было требование, внутреннее мое требование, я решил поступить в Уфимский юридический институт, который закончил в 2002 году по специальности юрист, и также был практикующим адвокатом с 2007 года по 2009 год. То есть это необходимо, мы всегда рекомендуем, рекомендуем, настоятельно рекомендуем всем нашим религиозным деятелям получать второе высшее образование, светское образование, потому что, чтобы действительно правильно понимать, воспринимать дух сегодняшнего времени, нужно уметь полировать как в духовном пространстве, то есть развивать свой интеллект как в духовном пространстве, также развивать свои интеллектуальные данные и в светском направлении. Потому что Всевышний, Аллах, он все создал попарно, как говорится в Коране, попарно существует души ваши, и все незримое, что окружает вас, и что доселе ваше знание не постигло. Поэтому мир у нас также материальный состоит из материальной составляющей и духовной составляющей. И хорошо, комфортно себя чувствуешь, когда ориентируешься в этих двух областях. Это легче воспринимать мир, легче планировать свою будущую жизнь и легко видеть будущее, легче видеть будущее и делать выводы на ближайшие десятилетия и годы. Продолжение следует...